В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бесплатные завтраки для учеников начальных классов. Как детей кормят в школах. Арииз, опер, романсы и русские народные песни. На сцене Саровской драмы выступили солисты музыкального театра «Геликон-опера». Уроки раторского искусства от профессионального актёра в молодежном центре открылась новая студия. Далее расскажем обо всём подробно. С 1 сентября учеников начальной школы обеспечивают горячим питанием. Тех, кто учится в первую смену, кормят завтраками, тех, кто второй – обедами. Также у родителей и школьников есть возможность заказать дополнительное питание своему ребёнку через портал «Умный Саров». Об особенностях рациона школьников расскажем в следующем репортаже. На перекус в школе дети нередко покупают на карманные деньги чипсы, шоколад и газировку. Подкрепиться после активной умственной и физической нагрузки ребёнку необходимо. Во время занятий энергии и сил уходят достаточно много. Однако питание нужно подбирать тщательно. Идеальный перекус, чтобы избежать проблем с желудком, молочные продукты, фрукты и овощи, чистая вода. Соки в качестве перекусов сильно ими увлекаться не надо, потому что соки, первое, они обладают достаточно высокой концентрацией. И чтобы их пить, всё-таки их лучше разбавлять водой, чтобы они не раздражали желудок, слизистую желудка. И второе, соки содержат достаточно много сахара. Поэтому употребление большого количества сахара тоже не рекомендовано. Врачи предупреждают, перекус не заменяет основного приёма пищи. Завтрак, обед, полдник и ужин должны быть полноценными. Для этого в школах работают столовые. С 1 сентября учащиеся первых-четвёртых классов получают бесплатные горячие завтраки. Примерное меню было разработано с учётом всех физиологических потребностей детей, особенностей детей этого возраста. Учитывались все требования санитарных правил. И с этим меню можно познакомиться на сайтах образовательных организаций и на платформе «Умный Саров». На сайте «Умный Саров» родители школьников также могут заказать и оплатить горячие обеды. Стоимость одного – около 80 рублей. Мария Кощиенко – мама четвероклассника Вани. Женщина уверена, если ребёнок получает полноценное школьное питание, большие перекусы ни к чему. Ребёнок у меня питается рационом школьного питания, меня это устраивает. То есть у нас бесплатные завтраки, обеды мы покупаем. Могу ребёнку положить для перекуса фрукты, яблочко, бананчик, водичку. Будет ли школьник питаться в столовой или самостоятельно – решать родителям. Самое главное для здоровья и активности ребёнка, чтобы питание было регулярным и правильным. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Уже две недели школы нашей страны работают по особым правилам. Согласно требованиям Роспотребнадзора, дети из разных классов не должны пересекаться. Школьники не переходят из кабинета в кабинет, а занимаются в одном помещении. Приходят ребята в школу в разное время. Как ученики и их родители относятся к этим новым введениям, расскажем в следующем репортаже. Учителя массово увольняются из школ с начала учебного года. Новостные издания пестрят подобного рода заголовками. Из-за ограничений, вызванных пандемией, работать педагогам стало значительно сложнее. Детям учебу тоже усложнили. Согласно требованиям Роспотребнадзора, занимаются они теперь в одном кабинете. В другое помещение переходят только по необходимости, например, на уроки физкультуры или химии. На входе детям измеряют температуру, а при появлении симптомов ОРВИ должны отправлять домой. Провести съёмку в школе нам не разрешили, но наша съёмочная группа на улице опросила ребят, как теперь организован учебный процесс. Учителя дезинфицируют руки, но в масках не сидят. Но не очень удобно. Но это мир безопасный, их нужно соблюдать. Мы не сидим ни в перчатках, ни в масках. У нас уроки проходят хорошо. Мы с другими классами не пересекаемся. У нас звонки на переменные идут отдельно. И на урок тоже. В столовую ходим парами и пересекаемся с другими классами. Сначала, например, мы идём, потом в другой класс. Обычно, как раньше, но с мерами предосторожности, с масками. То есть из кабинета нас далеко не пускают уходить. Ну, когда было раньше, то было легче. То, что нам нужно держать расстояние между собой. Ну, мы в одном классе сидим, все уроки. И к нам учителя приходят. И сами в масках передвигаются по школе. Также в интернете упорно распространяются слухи, что с 20 сентября все школы России опять отправят на карантин. Этот вопрос родители задают и в инстаграме министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина и губернатора региона Глеба Никитина. Пока чиновники утверждают, что все эти предположения о тотальном закрытии и переходе на дистанционное обучение безосновательное. Переводить на онлайн уроки будут классы на две недели только в случае, если там обнаружат больного ковид-19. Как учиться лучше, дистанционно или очно? Лучше в школу ходить, конечно. Тут и общение с другими детьми, и развитие больше идет, чем домашнее обучение. Дома учишься по дистанционному обучению, а в школе по-настоящему. А это тяжело вообще дистанционно учиться? Да. Может, там все зависит, и ты ничего не поймешь. В школу ходить лучше. Ну, учитель объясняет. Потому что с учителями легче, понятнее, чем самим все это разбирать. Только не дистанционное. У нас к этому абсолютно ничего не готово. Абсолютно. Вот в этом городе науки и техники. К этому ничего не приспособлено. В школе с учителем легче. Почему? Потому что учитель все объясняет. Как утверждают специалисты, коронавирус останется с нами надолго, и людям придется привыкать жить с ним, адаптируясь к новым реалиям. При этом, с одной стороны, еще раз предлагаю не отчаиваться. Ну что ж, вирус вошел уже и укрепился очень надежно в популяции человеческой. И не отступит уже теперь. Ну и мы отступать не будем. Мы знаем с вами, как профилактировать. Медики знают, как лечить. И мы с вами дружно все ждем вакцины. Это тоже будет замечательный период. Предположительно, такой режим в школах сохранится до конца календарного года. А слабнут ли ограничения со временем или наоборот станут жестче, пока непонятно. 75% детских садов Сарова включили отопление через систему горячего водоснабжения. Этот проект реализован два года назад. Он позволяет пускать тепло в дошкольные учреждения по мере необходимости, без привязки к началу отопительного сезона. А в оставшихся детских садах тепло подадут в ближайшее время. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Материнский капитал предложили разрешить использовать для ремонта жилья. С такой инициативой выступили в Общероссийском народном фронте. Профильный комитет Госдумы по жилищной политике, ЖКХ, а также все парламентские фракции готовы поддержать идею, сообщает российская газета. По словам авторов инициативы, не всем семьям нужна ипотека или новое жилье. А вот ремонт – одна из самых востребованных вещей, на которые семьи хотели бы потратить полученные средства. Страховые пенсии по старости в следующем году проиндексируют на 6,3%. Такие цифры вложили в проект бюджета Пенсионного фонда. В свою очередь, социальная пенсия в 2021 году вырастет на 2,6%. Соответственно, увеличится и размер выплат. На конец 2021 года средняя страховая пенсия по стране составит примерно 17 443 рубля. Вырастут в следующем году и другие выплаты. Материнский капитал на первого ребенка поднимут до 483 882 рублей. Турнир по спортивному пейнтболу «Ядерный удар-2020» перенесли. Соревнования пройдут в конце месяца – 26 и 27 сентября. К участию приглашаются команды в составе работников подразделения «РФИАЦНЕФ», а также неработающие пенсионеры, имеющие право выступать за подразделение последнего места работы в ядерном центре. Турнир пройдет по круговой схеме на пейнтбольном поле «Стадион Авангард». Начало в 9 утра. Вход свободный. Для лиц старше 6 лет. Владимир Путин уверен, что Россия эффективно противостоит коронавирусу. Об этом он сообщил, открывая во вторник по видеосвязи Медцентра Минобороны. «Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на сотом месте по показателям смертности от этой опасной инфекции», – заявил президент. Также он добавил, что наша страна лидирует в мире по количеству проведенных тестов на 100 тысяч граждан. Такая комплексная работа, по уверениям главы государства, позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит, защищать жизнь и здоровье миллионов сограждан. За последние сутки в России выявили 5670 новых больных COVID-19. Из них 165 в Нижегородской области. В Сарове зафиксировали еще 16 новых случаев заражения. В Госдуме предложили снизить возрастной порог для управления автомобилем до 16 лет. По словам автора инициативы депутата Василия Власова, 16-летние россияне могут быть официально трудоустроены и жить отдельно от семьи, а машины позволят вовлечь больше молодежи в экономические процессы. В группах «Канал-16» мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Большинство высказались против. Вариант «За» выбрали 18% респондентов. Романсы, народные песни и оперные арии. На сцене Саровской драмы выступили ведущие солисты Московского музыкального театра «Геликон опера». Галоконцерт «Пять звезд» состоялся в рамках празднования 75-летия отечественной атомной отрасли. Программу «Большие гастроли» столичного театра уже оценили жители Челябинска, Озерска, Снежинска, Трегорного и Заречного. Калатина Фигера с первых нот погрузила зал в особенную атмосферу оперы и классической музыки. Арию сивильского цирюльника из одноименного произведения Джаки Нарассини исполнил Максим Перебейнос. Солист «Геликон оперы» сразу дал понять, что программа этого вечера будет особенной. Зрители станут ее активными участниками. По задумке режиссеров концерт был представлен в виде спектакля, в котором объединили арии из разных опер. Театр «Геликон опера» это в принципе театр действия, театр мобильности какой-то артистов. И любое произведение мы преподносим для зрителя как некий такой ограненный бриллиант, я бы сказал. Потому что просто выйти спеть это каждый может. А наша задача еще донести. Гастроли московских артистов в городах присутствия Росатома проходят в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Наша первая часть началась в Челябинской области, были в Челябинске известные города Снежинск, Озерск и Трехгорный. Попутешествовали там, посмотрели очень достаточно интересные места, природа просто потрясающая. Программа артистов «Геликон оперы» под названием «Пять звезд» – это большие гастроли пяти солистов театра. Они представили зрителям атомных городов арии из известных классических произведений, а также романсы и русские народные песни. Каждый из артистов не просто пел, а на несколько минут перевоплощался в героя арии. Используя лишь голос и пластику, солисты органично переходили от одного образа к другому, погружая зрителей в действия на сцене. Дуэт двух грациозных кошек Майи Барковской и Ольги Спицыной, которым подпевал Дмитрий Пономарев, покорил саровских зрителей. Артисты «Геликон оперы» виртуозно исполнили арии из опер зарубежных композиторов, а еще с большей душевностью спели романсы и русские народные песни. Я их люблю с детства. Мне бабушка пела. Когда я была маленькая, колыбельная, она старалась именно русские народные песни мне петь. Они даже были веселые, я все равно засыпала. Концертом в Сарове большие гастроли столичного театра завершились. Артисты вернулись в Москву. В 2020 году «Геликон опера» отметила 30-й день рождения. 31-й театральный сезон начался с важных событий. Впервые после пандемии коронавируса в театр пришли зрители и впервые на сцене зала «Стравинский» был представлен спектакль «Каменный гость» Доргомышского. В молодежном центре открылась студия ораторского искусства «Слово». Ее руководитель – актер Саровского драматического театра Павел Козлов. Занятия бесплатные, на них приглашают школьников от 14 лет и студентов. Зачем в современном мире нужно искусство, которое зародилось еще в Древней Греции? Чем ребята будут заниматься в студии? Какие навыки приобретут в конце учебного года? Расскажем далее. Павел Козлов работает в нашем театре уже четвертый год. Молодой человек закончил Нижегородское театральное училище. Сейчас получает высшее образование в ГИТИСе. Полученные знания и опыт Павел хочет передать подрастающему поколению. Для этого в молодежном центре он открыл студию «Слово», где будет обучать подростков ораторскому искусству. Я взял как бы выжимку, скажем так, из сценической речи, из тренингов, из упражнений, а также на практике будем проверять, в общем-то, все, что мы сделали, да, как бы и пошли ли наши занятия на пользу ребятам. Будем заниматься читками пьес. Как считает Павел, этот курс будет полезен и старшеклассникам, которым предстоит сдавать устную часть ЕГЭ, и студентам, чтобы хорошо представить проект или дипломную работу. Педагог поможет ребятам справиться с боязнью публичных выступлений, понять, что в этом нет ничего сложного и страшного. Я не хочу просто им преподавать, чтобы вот они ходили и слушали меня. Я хочу вести с ними диалог. Поэтому мне бы хотелось посадить их всех, послушать вообще их мнение о том, что сейчас, ну, как бы, как проходят наши занятия, чего им не хватает, чего бы им хотелось. Может быть, смотреть какие-то интересные фильмы, копаться в них, разбираться. А также я хочу звать их в театр, прям в театр, в кино, учиться смотреть. Принять студию могут восемь человек, заняты уже два места. Люди приходят в слово по разным причинам. Алина Сылаева всегда хотела научиться разговаривать красиво. Хотелось бы больше практики, больше живого общения, выполнять как можно больше упражнений на дикцию, на четкой встрече. Занятие в студии «Слово» бесплатное. Записаться можно по телефону 9-91-18. Продолжение следует...